Продолжение следует... Успешные кейсы, проуспешные проекты с использованием оборудования АГАТ-РТ. Верно, Ирина? Да, все верно. Все расскажу. Спасибо. Сегодня наш вебинар посвящен IP-ATS модели ЦУ версии. Давайте начнем. Начнем мы с нескольких слов о компании АГАТ-Российские технологии. Компания имеет собственную разработку и производство автоматических телефонных станций, систем записи, систем оповещения и, как недавно появилось, своего собственного SBC. Более 25 лет работает на рынке и отличается от других игроков, которые присутствуют на российском рынке, тем, что оборудование АГАТ-Российские технологии включено в рестор телекоммуникационного оборудования российского предхождения, то есть находится в торпе. Также программное обеспечение включено в единый рестор российских программ для электронно-вычислительных машин Минцифры. Эти отличительные особенности торп и единый рестор Минцифры дают возможность АГАТ предлагать заказчиков, где требуется нахождение в торпе и в ресторе. Также АГАТ продается не только в России, но еще и используется на территории стран СНГ. Ну и перейдем непосредственно к нашей теме сегодняшней IP-ATS АГАТ-РТ-ЦУ. И начнем мы с применения. Ну, если честно, не мне вам говорить, нашим партнерам, где применяются АТСки. Здесь все стандартно. Могут АТСки применяться как замена морально устаревшей телефонной связи, как замена оборудования иностранных производителей, что сейчас актуально. АТС применяться может в развитии корпоративной телефонной сети, когда существующих мощностей не хватает и необходимо добавлять мощности, добавлять конечных пользователей. Ну и при создании закрытой телефонной сети предприятия. В целом АТС нужны везде, где стоит задача принимать или совершать телефонный звонок, скажем так, на примитивном уровне. Ирина поможет нам разобраться, кто заказчик, какой портрет клиента, где может использоваться АГАТ, когда мы поговорим об успешных кейсах, об успешных реализациях. Что такое IP-ATS АГАТ-ЦУ на сегодня? Это АТС, который имеет весь функционал современной IP-ATS, которая позволяет интегрироваться с сторонними приложениями, со сторонними системами, позволяет интегрироваться с оборудованием других брендов. Об этом мы поговорим попозже. IP-ATS позволяет иметь возможность кастомизации под задачи заказчика. Коллеги, обращая на это ваше внимание, скажем так, подчеркиваю, АГАТ, если не имеет какого-то функционала или сервиса на текущий момент, но это требуется в каком-то заказчике узконаправленный сервис, узконаправленный функционал, то АГАТ без проблем может пойти навстречу, оценив свои возможности, и реализовать этот функционал, этот сервис. Как это решается на практике? Все очень просто. Мы продаем оборудование заказчика, заключаем доп. соглашение, в котором прописываем сроки реализации того или иного функционала. Конечно, эту ситуацию необходимо индивидуально оговаривать, но такие кейсы у АГАТа есть, поэтому призываю всех вас пользоваться этим. И если какое-то требование у заказчика есть, которое не реализовано в оборудовании АГАТ, то смело об этом говорите, будем общаться, обсуждать, со сколько и как мы сможем эту потребность закрыть. Также в АГАТС встроенная система оповещения с прутым форм, интегрированный сервер записи переговоров сотрудников, интегрированный конференц-сервер с возможностью проведения аудиоконференций и селекторных совещаний, и так называемый контур безопасности, который состоит из системы мониторинга и своего собственного SBC. На слайде вы можете видеть перечень функционала, который входит в АПТС-СУ. Говорить обо всем не вижу смысла, но постарался подсветить наиболее требуемый функционал, который актуален сейчас на российском рынке. Как мы можем видеть, АТС АГАТ имеет в своей системе и конференц-связь, и системы оповещения, системы записи разговоров, автопровиженинг для автоматической и легкой настройки большого парка телефонов, имеет возможность создавать авиар и настраивать входящие и исходящие звонки. Из интересного в АГАТе реализовано резервирование модулей, модуля не только управления, но еще и питания. Резервирование модуля питания, наверное, входит в пятерку требований, когда мы говорим о заказчиках уровня государственного сектора, либо компании с госучастием. Резервирование по питанию – обязательное требование, которое реализовано в АГАТ. Ну и перейдем непосредственно к модельному ряду. В рамках моделей ЦУ мы имеем три модели. ЦУ-7210, которая ориентирована на крупный бизнес, несколько моделей ЦУ-7212 в одноюнитовом и двухюнитовом исполнении для малого и среднего бизнеса, и модель ЦУ-7214, которая ориентирована на средний бизнес. Теперь о каждой из моделей поподробнее. Модель ЦУ-7210 – блочная, модульная, многофункциональная АТС. На слайде вы можете видеть максимальную емкость одного шасси – это до 768 аналоговых портов, до 32 потоков Е1, до 6000 абонентов, и на все шасси возможность организации до 500 одновременных по ИП-соединений разговоров. Если этого не хватает, то ЦУ-7210 имеет возможность каскадирования для увеличения абонентской емкости до 10 шасси. Обращаю ваше внимание, каскадирование касается только аналоговых портов, либо потоков Е1. Она не затрагивает количество ИП-абонентов, либо одновременных соединений. Если мы строим каскад из, к примеру, 5 шасси 7210, то у нас увеличиваются аналоговые порты, но остается 6000 ИП-абонентов и 500 одновременных вызовов на всю систему в целом. Из интересного, конструкция предусматривает дублирование управляющего и питающих модулей, и, что самое важное, есть возможность горячей замены модулей и блоков, в том числе интерфейсных, в ходе эксплуатации. То есть, если в ходе эксплуатации по каким-то причинам вышел интерфейсный модуль, либо блок, то вы на горячую, без отключения АТС, можете поменять этот интерфейсный блок, либо модуль. Модель 7210 имеет, как я уже сказал, блочную модель построения, которая складывается из аппаратных опций и программных опций. В аппаратные опции входят всевозможные модули и интерфейсы, так называемые платы расширения. Здесь у нас представлены на слайде и модули питания, модули управления, модули коммунитации, модули интерфейсных линий для подключения платы расширения, непосредственно сами платы расширения и модули вентиляции. В рамках программных опций мы имеем несколько лицензий, которые активируют количество СИП-абонентов, которые активируют количество линий для записи разговоров, аудиоконференции. Здесь также лицензируется функционал оповещения и сервиса синтез текста в речи. То есть в целом здесь довольно все просто. В зависимости от потребности мы собираем то необходимое количество модулей, то необходимое количество плат расширений, интерфейсов в рамках шасси 7210. Возможно, если вы, наши партнеры, не сталкивались раньше с Агатом, то здесь могут возникнуть сложности. Но для этого в IP-матике есть пресейл-поддержка, куда вы можете обратиться с требованиями к АТС. А наш пресейл уже сможет подобрать то необходимое количество модулей, и менеджер сможет вам выставить предложение. Переходим к следующей АТС. СУ-7214. Одноблочная модульная АТС реализована в двух видах. Это в одноюнитовом исполнении и в двухюнитовом исполнении. Максимальные возможности 7214 в одноюнитовом исполнении до 96 аналоговых портов, до 8 потоков Е1, до 6000 абонентов, до 500 одновременных соединений. В двухюнитовом исполнении уже эти характеристики возрастают и позволяют подключать до 192 аналоговых абонентов, до 16 потоков Е1. Главное отличие одноюнитовой и двухюнитовых версий, помимо большей емкости, это еще и поддержка дублирования модуля питания или модуля управления. В одноюнитовом исполнении поддерживается дублирование только модуля питания. В двухюнитовом исполнении помимо питания вы можете задублировать еще и модуль управления. Это тоже очень немаловажный фактор при подборе АТС. Аналогично модели 7210 модульная архитектура. Мы выбираем те необходимые модули, те необходимые платы расширения и лицензии для того, чтобы собрать требуемое количество портов и требуемые сервисы. И переходим к модели 7212. Также два варианта исполнения в одноюнитовом и двухюнитовом виде. В одноюнитовом поддерживается дублирование модуля питания только. В двухюнитовом помимо модуля питания еще и поддерживается дублирование модуля управления. В чем главное отличие моделей 7212 от представленных ранее 7210 и 7214? Это то, что модели 7212 идут уже с предустановленными модулями. То есть у вас нет потребности собирать модули, собирать интерфейсные линии или лицензии. 7212 идет уже с предустановленными модулями и опциями. И вы можете, грубо говоря, купить одну номенклатуру. В счете будет одна номенклатура, одна позиция, которая уже на своем борту имеет тот набор необходимых лицензий, который прописан и вы видите сейчас на слайде. В базовом исполнении входит уже лицензия на 128 SIP абонентов и есть возможность расширить емкость системы в рамках аналоговых портов и в рамках IP абонентов. Аналоговые порты до 40 штук, а IP абоненты до 1000 абонентов. На всю систему в целом 50 одновременных вызовов уже в базе. Если, к примеру, вам или заказчику не хватает количества одновременных вызовов, на 1000 абонентов 50 одновременных вызовов это мало. Конечно, все зависит от кейса, но я, честно, редко когда встречаю кейсы, где 1000 абонентов и 50 одновременных вызовов. То мы уже рассматриваем 72.12 версии стандарт, где на борту имеется возможность до 100 одновременных разговоров. В базе уже идет 256 SIP абонентов лицензия и программная опция на запись 10 каналов. Если вам и этого не хватает, то переходим к версии Enterprise, которая имеет также 256 SIP абонентов, в программную опцию на запись 10 каналов, но имеет уже возможность максимальной емкости до 4000 IP абонентов, до 80 аналоговых портов и до 500 одновременных вызовов на всю систему в целом. Такой же подход реализован в 72.12 двухъюнитовом исполнении. Есть три АТС базовый стандарт Enterprise. На своем борту уже имеют предустановленные модули и опции и возможность расширения. В чем отличие 1-юнитового и 2-юнитового исполнения, помимо большей емкости? Напомню, это вопрос дублирования не только модуля питания, но еще и модуля управления. Аналогично предыдущим моделям, если в базовой конфигурации с предустановленными модулями и опциями заказчику не хватает емкости, не хватает сервисов, мы можем предложить добавить необходимые платы расширения, необходимые модули и необходимые лицензии, которые расширяют емкость системы. АГАТ имеет универсальную архитектуру, которая позволяет использовать АТС не только в локальной телефонной сети, но еще помогает построить телефонную связь в рамках распределенной телефонной сети, когда, к примеру, заказчик имеет несколько филиалов, все АТСки могут быть объединены между собой транками, иметь единое номерное поле и единое рабочее пространство в рамках телефонии. Что касается совместимости, на текущий день вы можете видеть на слайде, с кем АГАТ совместим. Это и направление видеоконференц-связи, это и оконечные устройства, такие как IP-телефоны, DEX-системы, цифровые телефоны, всевозможные диспетчерские пульты. Здесь же мы поговорим о совместимости с биллинговыми системами, всевозможными информационными системами, такими как 1С. Есть кейсы совместимости с видеонаблюдением, громкоговорящими системами и совместимость в рамках речевой аналитики. Вся совместимость, которая реализована на текущий момент у АГАТа, все интеграции подтверждены сертификатами, они вывешены в первую очередь на официальном сайте АГАТа, ну и мы, конечно же, можем выдать по запросу. Еще одна особенность АГАТа в сравнении с АТС других производителей. АГАТ имеет централизованную систему мониторинга, которая позволяет контролировать физические параметры АТС, позволяет контролировать загрузку центрального процессора и дисков станции. Помимо этого, осуществляется контроль состояния линий, аналоговых линий, либо IP-транков, и может выступать централизованным хранилищем для записи разговоров. Отличительные особенности в рамках надежности от АГАТ. В первую очередь, как я говорил ранее, реализовано аппаратное резервирование модулей питания, управления и IP-каналов. Возможность замены неисправного оборудования, неисправных модулей, плат расширения без отключения питания на АТС. Так называемая горячая замена. Аналогично резервированию по питанию, тоже широко требуемый сервис, такой как горячая замена, особенно в компаниях с госучастием. Круглосуточный контроль за работой IPS с помощью системы мониторинга, бэкап по расписанию и восстановлению всех настроек. В рамках энерго-электромагнитной безопасности АТС имеют декларации, которые говорят, что оборудование от компании АГАТ не создает электромагнитных и радиопомех в сетях связи и электросетях. Защита от короткого замыкания на линии также присутствует в IP-АТС АГАТ. Что касается гарантии сервиса, гарантия производителя 1 год с возможностью расширения до 5 лет. Забегая вперед, скажу следующее. По партнерской политике, если наши партнеры имеют у себя сертифицированных инженеров, сертифицированных сотрудников отдела продаж, то это сказывается не только на скидке, которую получают наши партнеры, она становится более глубокой, но и на гарантийном периоде. Расширяется гарантийный период. Русскоязычная документация и интерфейсы по конфигурированию IP-АТС, квалифицированная техподдержка от сертифицированных инженеров на протяжении всего срока службы. В рамках первой линии компании IP-Матика наш технический блок проходил обучение и поможет решить многие вопросы, которые касаются не только настройки, но и администрирования. Также обучение IT-специалистов по обслуживанию АТС от компании АГАТ в учебном центре производителя. Как вы знаете, АГАТ очень часто проводит всевозможные вебинары и обучающие курсы не только по АТС, но и по системам записи отдельно и системам оповещения. Ну и, конечно же, в рамках гарантии сервиса бесплатное обновление программного обеспечения, по крайней мере, на текущий день и на ближайшие, думаю, годы. АГАТ с успехом заменяют IP-АТС иностранного производства. Последние два года это актуальная тема за счет того, что большинство сервисов уже включены в базовую конфигурацию. Благодаря совместимости с оборудованием ушедших брендов, АГАТ может легко заменить те или иные системы, которые имеют наши заказчики. В рамках, к примеру, АВАИ АГАТ совместимы со следующими телефонными аппаратами, которые вы увидите на слайде. В рамках сервиса, в рамках что такое совместимость, также отражено на слайде, осуществляются звонки, имеется возможность отображения информации об абоненте, осуществлен перехват звонка в группе, перевод звонка с ответом абоненту, переадресация и работают кнопки BLF только на двух моделях. Также реализована совместимость с SIP-телефонами Unify Siemens и поддержкой цифровых телефонов Unify Siemens. То же самое, осуществляются звонки, отображается информация об абоненте, перехват звонка, перевод звонка, переадресация и кнопки BLF. И также подтверждена совместимость с телефонами Cisco. Помимо совместимости с брендами, ушедшими с российского рынка, АГАТ совместим и имеет статус технологического партнера с компанией E-Link. Этот статус подтвержден сертификатом, и данный сертификат говорит о том, что все оборудование от компании E-Link, а это стационарные телефоны, либо модели из DECT-экосистемы, все модели протестированы, абсолютно совместимы, весь функционал работает. Также реализован автопровизионинг из интерфейса АГАТ-РТ для массовой настройки большого парка телефонов. Помимо этого, в конце прошлого года мы также получили сертификат совместимости IP-ATS АГАТ с DECT-системами GIGASET PRO. И данная совместимость подтверждается сертификатом, который вы видите на слайде. Подводя итог, я постарался выделить основные преимущества, которые имеет компания АГАТ, которая имеет ATS модели CU. Если чего-то не хватает, обязательно пишите. Если у вас другое мнение, тоже обязательно пишите. Будем в диалоге и подкорректируем основные преимущества. Перечисляем. Модульная конструкция, которая позволяет предлагать клиентам устройство разного функционального диапазона на базе одной шины. То есть, необходимое количество аналоговых портов, необходимое количество токов E1, необходимое количество цифровых линий. Все это на базе одной шины за счет модульной конструкции. Наличие резервных модулей управления и питания. Возможность горячей замены модулей без отключения IP-ATS. Высокая плотность портов. Если мы говорим про модель 7210, благодаря каскадированию шасси мы можем увеличить количество аналоговых портов до 7000 штук. Поддержка до 6000 IP-абонентов в рамках одной IP-ATS. Если этого недостаточно, мы рассматриваем внедрение нескольких АТС и интеграция между собой. Гарантируется до 500 одновременных ВАИП-соединений в рамках одной IP-ATS. Встроенная система записи разговоров с блоком речевой аналитики. Поддержка видеосвязи. На текущий момент видеосвязь реализована только либо точка-точка, либо интеграция с системами видеоконференц-связи. Встроенная система оповещения по телефонным линиям. Функция селекторной конференц-связи, интеграция с бизнес-приложениями и гарантия производителя 1 год с возможностью продления до 5 лет. Все эти основные преимущества, по моему мнению, по мнению многих заказчиков и наших партнеров, делают IP-ATS от компании Agat конкурентоспособной на российском рынке. Среди всех игроков, которые остались и представлены сегодня. Ну, теперь перейдем к реализованным проектам. Здесь я попрошу Ирину подключиться. Ирина, расскажите про свой опыт нам, нашим партнерам. Ирина, вам слово. Да, Эдард, спасибо. Даже мне было полезно вспомнить и послушать про АТС Agat и про модельный ряд. Коллеги, по проектам. Реализовано за годы работы много проектов, много задач решено. Но хочу, поделившись сегодня реализациями, вас вдохновить и натолкнуть на мысль, кому, для чего и зачем можно предлагать Agat и где мы можем быть полезны. Безусловно, огромный сегмент наших заказчиков – это государственные структуры. Сегодня уже было сказано, что всем о политике импортозамещения, всем нам знакомо, что у государственных организаций, министерств, ведомств стоит задача заменить существующее импортное оборудование на отечественное. И тут в помощь как раз АТС Agat очень приходит и подходит, потому что, еще раз повторюсь, оборудование занесено в реестр Минпромторга, ПО в Минцифре. Поэтому задачу по импортозамещению мы закрываем. Именно благодаря этому, в том числе, был реализован проект в Министерство энергетики. У них стояла задача заменить АТС Авая. Была установлена АТС Agat, был поддержан даже парк телефонных аппаратов имеющийся. Те, которые смогли поддержать, которые работают по протоколу СИП-2.0, который поддерживает АТС Agat, там, где это невозможно было, были установлены новые телефонные аппараты разной функциональности. И, если мне не изменяет память, как раз телефонный аппарат Ялинк. Что интересно в этом проекте было, это как раз была задача и запрос от заказчика, это резервирование. Мы сегодня уже говорили, что в телефонных станциях Agat резервируются блоки питания, резервируются блоки управления. А здесь стояла задача не просто в рамках одного устройства выполнить резервирование. У них, у заказчиков Министерства энергетики, классически два оператора, минимум два оператора, которые обеспечивают им связь, оператор связи. И нужно было каждого оператора, каждый поток Е1 подключить на разную телефонную станцию. То есть были установлены две АТС Agat, полностью идентичны по конфигурации как аппаратной части, так и программному обеспечению. Они полностью идентичны по настройкам. И идея основная в том, что когда основная телефонная станция, основной поток, ну, вдруг, так называемый, отваливается, да, пропадает связь, внутренне все абоненты переключаются на другой поток, переключаются на другую работу с другой телефонной станцией с точки зрения маршрутизации. Единственный тут момент, который нужно было учесть при построении такой сети, и телефонные аппараты должны были иметь поддержки не менее двух СИП-аккаунтов, вот не более того. Плюс, что было добавлено, реализовано в рамках этого проекта, это автоматическая синхронизация настроек между двумя станциями. Понятно, в процессе эксплуатации что-то добавляется, меняется, и две станции, работающие вот в таком тандеме, должны полностью повторять друг друга. Интересный проект, он, насколько знаю, даже продолжает реализовываться, добавляется в корпоративную сеть те или иные системы устройства и расширяется. Еще один крупный проект и тоже государственный заказчик – это федеральное казначейство. Здесь совместный проект наш технологический партнер – компания «Свитец». Что здесь интересно, организована сеть, крупная корпоративная сеть, на облачном решении, на софт-свиче «Свитец», но локально, на отдельных объектах, были установлены телефонные станции «Агат», и они выполняют задачу выживаемых выносов. Каждый вынос, каждая телефонная станция на объекте в регионах имеет свое резервное подключение к локальной телефонной сети, к тому или иному оператору, и полностью синхронизирована с центром, синхронизирована с софт-свичом. Что это дает? В штатном режиме вся корпоративная сеть, все, ну здесь указано 250 объектов подключения, сейчас, если не ошибаюсь, уже больше, все работает под управлением софт-свича в едином номерном плане. В случае, если пропадает связь с каким-либо объектом, резервный вынос, то есть АТС «Агат», берет на себя полностью управление телефонией, перераспределяются звонки на это внешнее подключение к локальной телефонной сети, то или иной, по тем или иным линиям, что у них технически возможно. А для внутренних абонентов ничего не меняется, потому что маршрутизация, синхронизация обеспечивает комфортную работу вне зависимости от того, куда подключен. То есть это задача уже оборудование и ПО маршрутизировать. Когда восстанавливается связь с центром, с софт-свичом, сеть возвращается в штатный режим под управление, администрирование центрального узла, центрального софт-свича. Очень удобно, когда как раз речь идет о большом количестве локальных выносов с возможностью, необходимостью, обязательностью вот такого резервирования. Интересное тоже было внедрение вместе с определенной интеграцией, доработкой. Опять же, если мы говорим о корпоративных сетях, о крупных заказчиках, финансовый сектор мы тоже не обошли. Например, вот у промсвязь банка установлены наши телефонные станции. Здесь немножко другая была задача. Центральное оборудование не менялось. Оно на момент реализации этого проекта по требованию заказчика, по желанию заказчика оставалось прежним. А вот все небольшие офисы, все подразделения нужно было подключить к существующей центральной телефонной станции, при этом без каких-либо технических, не знаю, доработок, проблем и вопросов, что все работало в едином номерном поле. И вот тот факт, что наши телефонные станции, ну, изначально, да, идея при проработке нашего оборудования, нашего ПО, наших идей была, что мы поддерживаем только стандартные открытые протоколы. И вот такая открытость и интегрированность с другим оборудованием, она без проблем позволила и решить эту задачу, обеспечить телефоннее все даже самые небольшие отдаленные офисы, вне зависимости от того, что и как нужно было подключить к центральному оборудованию. Один из наших таких крупных, любимых заказчиков – это «Газпром». Работаем с ними, наверное, уже более 15 лет. Разные проекты реализованы, разные регионы, подразделения подключены. Вот здесь как раз идея в том, и почему, наверное, изначально был выбран АГАД. У нас оборудование, ну, повторюсь, да, за Эдуардом, во-первых, поддерживает все типы линий. Набирается абсолютно разная емкость конкретно под задачи, под требованию того или иного подразделения, того или иного объекта. Как следствие, в рамках организации телефонии в отдельных регионах, подразделениях, вот видите, здесь регионально прям разбито, подбирались телефонные станции, не больше, не меньше именно такие, какие требовались заказчику в том или ином регионе. Модельный ряд широкий, возможности большие, и мы предложили заказчику ровно то, что ему нужно, ровно за те деньги, которые это стоит. То есть с точки зрения и финансовой, и технической, мы полностью с ним сработались и продолжаем работать. Очень хороший такой кейс, очень давний, хороший наш партнер. С операторами связи мы тоже входим в достаточно много проектов. Проекты разные, проекты интересные. И опять же, проекты, которые очень часто требуют интеграции, каких-то доработок в рамках конкретных задач. Поэтому, вот как Эдуард сегодня сказал, если вы на старте понимаете, что, возможно, чего-то не хватает для реализации этого проекта, вы просто задайте вопрос. Вполне возможно, что это реализуемо, дорабатываемо и будет интересный кейс. Что здесь у пенсионного фонда? Стояла задача по организации горячей линии, номер 8800. При этом нужно было, чтобы существующую инфраструктуру, существующую телефонную сеть в отдельных подразделениях, не менять, почас оставить существующие телефонные станции. Все это соединить воедино, обеспечить единый стандарт для горячей линии 8800 как раз и позволила наша интеграция плюс наши конвергентные телефонные станции. Мы обеспечили подключение и там к аналоговым линиям, потокам Е1, в зависимости в каких регионах что было. При этом наш функционал позволил реализовать, организовать вот это подключение, эту горячую линию. Много тоже подразделений подключено, указано 78 объектов, тоже, если я не ошибаюсь, уже сейчас больше. То есть расширение продолжается и внедрение продолжается. Интересный проект по ФСИНам с мегафоном. Я надеюсь, никто из вас лично не знаком с связью в местах лишения, как это было раньше. Кратко скажу, что был отдельный оператор связи, нестабильная была связь, было сложно вообще организовать связь с заключенных, с домом, с родными и так далее. Был реализован проект. Установлены телефонные станции АГАД. Тоже сделана некоторая доработка, интеграция с мегафоном, с оператором связи, что позволило решить сразу много задач. И для самих людей, отбывающих заключение, для их родственников и для сотрудников, что получилось. Во-первых, достаточно просто с идентификацией каждого заключенного обеспечить доступ к телефонии, доступ к связи. Причем контролируемые, каждому разрешено дозвониться ровно на тот пул номеров, на тот пул родных, знакомых, кому можно дозваниваться. Сотрудники, в свою очередь, этот вопрос могут контролировать, могут прослушивать, чтобы, опять же, ничего лишнего не было сказано. То же самое в СИЗО, на помещениях, где организованы свидания. Там точно так же наши телефонные станции, наша система записи внедрена с возможностью суфлирования, с возможностью вмешиваться в разговор. Что-то можно, что-то нельзя. Ну, таковы реалии, таков заказчик, да, и таковы требования. Хорошо это или плохо, это так есть. Тем самым, собственно, много вопросов решилось, здесь и связью обеспечены, и контролем обеспечены, и вопросов, собственно, не возникает. Достаточно комфортно, достаточно полно реализованы задачи. Здесь же тоже заказчик давний, и не только в рамках телефонных станций АГАТ, это уже забегая вперед к следующему вебинару, к системам записи и оповещения. Силовые структуры, это и МВД, и Росгвардия. Здесь как раз реализация в рамках одного устройства и телефонии, и системы записи, и системы оповещения очень подошла к заказчику. Можно и контролировать, можно и оповещать, собирать состав по необходимости. Система оповещения здесь же реализована. Разные типы линий. Ну, в общем, такое универсальное решение. Даже если я не ошибаюсь, все уже и системы записи, и телефонные станции стоят на снабжении у этого заказчика. Отдельное внимание обычно уделяем крупным промышленным предприятиям. Почему? Здесь все еще установлены старые телефонные станции, например, тот же КВАНТ, и в цехах по предприятию очень большая портовая емкость аналоговых абонентов. Ну, наверное, как нигде, именно в промышленных предприятиях. И когда стоит задача по замене оборудования, ну, здесь чаще всего уже морально устаревшее оборудование, стоит вопрос, а как максимально быстро перейти от старой телефонии к новой. Где-то стоит задача оставить аналоговых абонентов, где-то переходят на IP-телефонию. Ну, чаще всего в административных зданиях уже новую телефонию, там, где есть по СКС, устанавливают IP-телефоны, а в отдаленных цехах, либо там, где IP-телефония не поддерживается, оставляют аналоговые линии. Но это же дорого, такой большой объем аналоговых абонентов, это сложно, это время. Поэтому таким заказчикам на таких предприятиях часто мы предлагаем поэтапный переход. Сначала внедряется телефонная станция АТС Агат как ведущая. В нее приходят внешние линии потоки, к ней подключаются существующие старые телефонные станции. На старых же станциях, на существующих, все еще подключены аналоговые абоненты. И поэтапно, по мере технической возможности, по мере финансирования, поэтапно переводят абонентов на новую телефонную станцию, которая уже подключена, грубо говоря, в разрыв линии. И тем самым переводят поэтапно предприятие, два-три иногда этапа, на новую связь, на новый уровень, на новый функционал. Это очень удобно. Опять же, тут вопрос совместимости с разным оборудованием. Где-то чаще всего это по потокам Е1 подключается старая новая оборудование. Друг, счастье, и там IP-телефония уже есть, есть SIP-транки. Ну, часто и густо это еще удобней, особенно для удаленных каких-то цехов такое подключение. Но, повторюсь, здесь поэтапное включение решает вопрос в том числе и финансирования, потому что замена оборудования на таких объектах это очень дорогостоящая процедура. Сегодня вот Эдуард говорил о резервировании. Немаловажно наличие резервирования питания, управления и всех узлов телефонной станции АГАД для энергетиков. Вот здесь указана плановая поставка была и на атомную электростанцию, и на ГРЭС мы поставляем. Один из факторов, одна из причин, по которым сюда выбирают телефонные станции, это надежность за счет резервирования как аппаратной, так и программной составляющей телефонной станции АГАД. Медицина тоже госсектор, но со своими особенностями. Тут несколько моментов нужно учитывать. Не всегда достаточно большой бюджет, поэтому широкий модельный ряд позволяет все-таки обеспечить современной телефонии как крупные какие-то клиники с большим бюджетом, так и небольшие отделения, какие-то региональные, то есть мы можем и туда станции предложить. При этом требования к медицинским организациям сейчас уже есть по обязательности записи разговоров у нас реализованы. Эдуард об этом говорил, что это встроенный функционал, если заказчику это нужно в рамках одного решения, сервер записи тоже может быть организован. На примере здесь представлен Крым, центр медицины катастрофы Республики Крым, причем вот внедрение в Крыму перепало на этап ковида. И все станции, та корпоративная телефонная сеть, которая была организована, она выдержала, ну, будем своим языком называть, она выдержала наплыв звонков, обеспечила запись, обработку этих обращений. Контакт-центр по ковиду сработал без сбоев. Ну и, честно говоря, мы внимательно следили тогда за этим внедрением, за первыми шагами специалистов Крыма по работе с нашим оборудованием. Все прошло успешно и успешно работает до сих пор. Обращу ваше внимание, что касается сертификатов, вот отчасти возвращаюсь к рассказу Эдуарда, к его части. Помимо всех сертификатов отраслевых, Минцифры, Минпромторга, у телефонных станций АГАД есть сертификат транспортной безопасности 969. В том числе, благодаря ему, наши телефонные станции внедряются на предприятия объекты транспортного сектора. Это и РЖД, и, безусловно, и в Министерство транспорта, в Метрополитены, да, резервирование, да, и там поддержка всех типов линий, но при этом и сертификат транспортной безопасности. Но тут уже больше о совместной работе с партнером, с компанией IP-Матика. Часто проекты, которые мы реализуем, мы реализуем вместе с телефонными аппаратами Ялинк, разной функциональности, разного модельного ряда. Запрос большой, очень интересно, хорошо реализуется. Поэтому вот здесь представлены Газпром, здесь представлены департамент развития новых территорий. Далее, если листать, то это и пример промышленных предприятий внедрения в промышленном секторе. И транспортный сектор, аэропорт Когалым. Видите, да, цифры, какое количество телефонных аппаратов установлены в рамках одного объекта, в рамках одного внедрения. Отдельно вот вынесена опять медицинская сфера, это микрохирургия Глаза Оренбурга. Здесь полностью они заменяли свою инфраструктуру, свою телефонную сеть, уходили от существующей аналоговой, прокладывали внутреннюю СКС, подключали телефонный аппарат, все отлично сработалось, отлично внедрились. У них свои инженеры, которые обслуживают станцию, обслуживают телефонные аппараты. Честно говоря, все очень довольны, замечательно. Образование чем-то сродни, сфера образования чем-то сродни с медициной. Тоже не всегда большие бюджеты, но аналогично модельный ряд большой. При этом здесь вот дополнительно к телефонии, дополнительно к записи разговоров, что тоже выполняется, есть свои требования. У образовательных организаций, особенно сейчас, очень большой запрос на это. Требуется система оповещения по телефонным линиям. И то, что в Агате, в телефонных станциях Агат, уже есть такой функционал, его можно развернуть на базе одного решения, без каких-либо дополнительных аппаратных внедрений и затрат на аппаратную часть, тоже нам всем в помощь, потому что действительно запрос большой и востребованные проекты именно с системой оповещения. Эдуард, прошу прощения, сразу спойлерю следующий вебинар по системе записи и системе оповещения. Ну, у меня, наверное, все. Если дополнительно будут вопросы, вот в чате мой коллега Михаил помогает. Эдуард, возвращаю вам слово. Спасибо. Спасибо, Ирина. Коллеги, осталось совсем немножко. Расскажу про самое важное, проектные партнерские политики. Что такое проект? Проект в Агат – это любая отгрузка АТС от одной штуки, отгрузка системы записи разговоров, система оповещения и СБС тоже от одной штуки. Дополнительные платы и модули от 100 тысяч рублей. Это все проект и подлежит регистрации. Процесс регистрации всем известен, здесь останавливаться ваше время тратить не буду. Обновление проекта один раз в месяц, срок поставки до одного месяца. И также после регистрации проекта доступна защита проекта поставкой. Несколько слов по партнерской политике. Всего два уровня – неавторизованный партнер и авторизованный партнер. Неавторизованный партнер дает скидку 10% от рекомендованной розничной цены, авторизованный партнер 20% скидки от рекомендованной розничной цены. Для того, чтобы стать авторизованным партнером, необходимо выложить на ваш сайт информацию о продуктах Агат-РТ, но, обращаю ваше внимание, рекомендованные розничные цены нигде не подсвечиваются. То есть в интернете рекомендованные розничные цены на модели ЦУ вы нигде не найдете. Их запрещено выкладывать. Также необходимо иметь в своем штате сертифицированного специалиста по продажам и сертифицированного специалиста по внедрению и поддержке продукции Агат. И осуществить минимум одну закупку либо АТС, либо системы записи разговоров, системы оповещения, СБС. Минимум одна закупка по статусу неавторизованный партнер. И при наличии всех требований вы становитесь авторизованным партнером и получаете более глубокую скидку. И чем мы можем помочь? IP-матика как официальный дистрибьютор Агат Российской Технологии. В первую очередь это защита проекта. Мы получаем от вас информацию о конечных заказчиках, проходим процесс регистрации проекта и предоставляем вам поддержку в этом вопросе. Также помощь в подготовке технических заданий, всевозможных коммерческих предложений, оборудование для тестирования мы выдаем, пресейл-поддержка для предпродажной деятельности, для подбора оборудования, техническая поддержка для послепродажной консультации, настройки, администрирования, сервисная поддержка, если появляются вопросы по сервису. Актуальные маркетинговые материалы мы можем предоставить, листовки, дата-шиты, админ-гайды и так далее. Обучающие тренинги и семинары, как сегодня мы с Ириной проводим для вас. Доступ к складским остаткам в разных регионах. На текущий момент у нас пока только Агат находится на складе в Москве, но все зависит от региона. Если регион показывает хорошие продажи, то, конечно, складской остаток мы будем поддерживать, для того, чтобы можно было оперативно отгружать. Система для B2B для партнеров. В B2B вы цен не увидите, но вы можете познакомиться с модельным рядом, вы можете увидеть список номенклатур в B2B. Это тоже довольно удобно и иногда требуется. Ну и, конечно, совместные маркетинговые акции. Если у вас есть предложения, как, что, где мы можем сделать, провести вместе с Агат, то, пожалуйста, пишите. В целом мы никогда не были против. Ну, коллеги, на этом у меня все. Спасибо вам большое. Спасибо, Ирина, вам за уделенное время. Да, спасибо большое. Надеюсь, вебинар прошел информативно. Если у вас есть, коллеги, вопросы, пишите в чате, либо обращайтесь к нам в Appimatic. Если же какие-то возникнут, какие-то родятся, мы всегда рады. Коллеги, спасибо вам еще раз за уделенное время. Всем хорошего дня. Да, спасибо большое. До связи. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok